И теперь об итогах юбилейного 15-го саммита ШОС, который завершился сегодня в Ташкенте. Лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в итоговой декларации выступили за расширение торгово-экономического сотрудничества и усиление борьбы с терроризмом. Также в столице Узбекистана был сделан важный шаг для вступления в организацию Индии и Пакистана. Обо всем подробнее Олег Шишкин. Официальные мероприятия 15-го юбилейного саммита ШОС начались в Ташкенте, когда в Москве еще было раннее утро. Лидеры государств, входящих в эту организацию, прибыли в столицу Узбекистана еще вчера. У них была возможность пообщаться в неформальной обстановке, а сегодня все утром встретились за столом переговоров. Вначале в узком составе, а затем в расширенном с участием делегации от государства наблюдателей. Президент Узбекистана Ислам Каримов встречает гостей на входе в зал заседания. Пока ждали председателя КНР Сидзиньпина, завязалась оживленная беседа. Журналисты обратили внимание, что Нурсултан Назарбаев что-то аксинно обсуждал с Владимиром Путиным. Так что консультации продолжались до последней минуты. Практически все выступления начинались с оценки деятельности ШОС за 15 лет. За это время организация стала гарантом безопасности в регионе. В последние годы заметную роль играет и экономическое сотрудничество. По словам участников переговоров, реализация инициативы Китая по созданию великого шелкового пути отвечает интересам ШОС. Считаем залогом успешного развития ШОС то, что ее работа строится на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг с другом. Нужно и далее снимать барьеры на пути торговли, движения капиталов и рабочей силы, углублять промышленную и технологическую кооперацию, выстраивать производственные цепочки, общую транспортную инфраструктуру. Хорошие перспективы в этой связи открываются с началом переговоров о сопряжении Евразийского союза и китайского экономического пояса шелкового пути. Убежден, что подключение к этому интеграционному процессу всех участников ШОС, а также государств СНГ, стало бы прологом к формированию большого евразийского партнерства. Со своей стороны Казахстан уже приступил к реализации программы инфраструктурного развития на своей территории, которая гармонично дополняет экономический пояс шелкового пути. Эта программа уже обеспечила железнодорожную и автомобильную связь к Китайской, Народной Рыске, Каспийскому морю, России, Иран и Персидский залив. По итогам саммита стороны приняли Ташкентскую декларацию. В ней государства выступили за принятие конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом. Страны ШОС предлагают объединить усилия всех стран для противодействия этому злу и главное не допустить, чтобы в руках террористических группировок оказалось химическое или биологическое оружие. Сейчас страны ШОС сталкиваются с новыми вызовами. Не утихают конфликты на Ближнем Востоке, по-прежнему очагом напряженности остается Афганистан. Важно вместе с афганскими партнерами активизировать противодействие исходящим с территории этой страны угрозам терроризма и трансграничной оргпреступности. Работать по пресечению производства и обороту наркотиков. Помогать Афганистану в деле национального примирения и экономического возрождения. Отдельно в декларации говорится о кризисе на Украине. Путь к его урегулированию, подчеркивают страны ШОС, лежит через минские договоренности. Мирный процесс необходим и в Сирии. И только сирийский народ должен решать, каким будет будущее этой страны. Еще одно знаковое событие саммита – подписание Индии и Пакистаном меморандума об обязательстве ратифицировать договоры, действующие в ШОС. Это решающий шаг для вступления в Содружество. Ожидается, что уже в следующем году на саммите ШОС в Казахстане Индия и Пакистан будут участвовать в роли полноправных членов. Владимир Путин не исключил, что в будущем количество государств в ШОС еще увеличится. Давно и активно участвует в деятельности организации в качестве наблюдателя Иран. С 2005 года. Считаем, что после урегулирования иранской ядерной проблемы и снятия санкций ООН не осталось никаких препятствий для положительного рассмотрения заявки Тегерана. Заявки на получение статуса государств-партнеров ШОС поступили от Египта, Сирии и Израиля. Это тоже говорит о растущем международном авторитете организации. На полях саммита ШОС Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарин Брэмоди. Индия наш особо привилегированный стратегический партнер. Отношения между нашими странами строятся на давних традициях дружных. Это в полной мере отражает плотные кипины взаимодействия и в сфере экономики. Искренне рад, что сегодня в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан меморандум об обязательствах Индии в целях получения статуса государства-члена этой организации. Уверен, что это состоится в самом ближайшем будущем и в следующем году мы будем работать с Индией в рамках ШОС как с полном членом этой организации. Сегодня мы начали процесс вступления Индии в ШОС. Я знаю, что именно вы сыграли очень большую роль в этом. Это доказывает, что Россия истинный друг Индии. От всей души я благодарю вас. После официальных мероприятий президент Узбекистана дал для гостей торжественный прием. Вечером российский президент из Ташкента вылетит в Пекин. У Владимира Путина начинается официальный визит в Китай. Олег Шишкин, Александр Овшаров, Кирилл Зеливянский, Первый канал, Ташкент.